В этом видео мы поговорим о расширенном алгоритме Евклида. Мы рассмотрим, как он работает и интуитивно поймем, почему он работает. В математике существует так называемое соотношение безу. Оно говорит о том, что наибольший общий делитель двух чисел можно выразить в виде их линейной комбинации с целыми коэффициентами. Это значит, что если, например, у нас есть каких-то два целых числа а и b и мы возьмем их наибольший общий делитель, то его можно записать в виде а умножить на x плюс b умножить на y, причем x и y будут принадлежать множеству целых чисел. То есть на примере двух чисел 22 и 6, если а будет равно 22, а b будет равно 6, их наибольший общий делитель будет равен двум. И соотношение безу утверждает, что эту двойку можно представить в виде 22 умножить на x плюс 6 умножить на y, причем x и y будут целыми числами. И как раз расширенный алгоритм Евклида позволяет нам найти два вот этих неизвестных числа x и y, то есть два вот этих коэффициента при числах а и b. Давайте для начала вспомним, как работает алгоритм Евклида для нахождения двух чисел а и b. На примере а равно 22 и b равно 6, первое, что мы делаем, мы берем 22 делим на 6, получаем кратное 3 и остаток 4 и записываем наше число 22 в виде произведения числа 6 умножить на кратное и плюс остаток. Далее мы повторяем то же самое для чисел 6 и 4. Записываем 6 в виде произведения 4 на 1 и плюс 2. Затем мы записываем это тоже самое для чисел 4 и 2, то есть записываем 4 в виде произведения 2 умножить на 2 и плюс 0. И вот в этот момент мы получили остаток равен 0. Это означает, что наибольший общий делитель у нас находится на предыдущей итерации, то есть равен 2. Вот этот остаток как раз и является наибольшим общим делителем. Если вы хотите понять, почему работает алгоритм Евклида, я снимал видео, в котором очень хорошо показана интуиция, которая стоит за этим алгоритмом. Рядом показан пример для двух чисел a равное 103 и b равное 22. Точно так же мы находим Nod с помощью алгоритма Евклида и получаем, что Nod равен 1. Но в расширенном алгоритме Евклида нас, помимо наибольшего общего делителя, интересуют также коэффициенты в соотношении безу. Как бы мы могли получить вот эти коэффициенты x и y, используя вот этот алгоритм? Посмотрите вот на это соотношение. Наибольший общий делитель равен a умножить на x плюс b умножить на y. И теперь посмотрите вот на эту вторую предпоследнюю строчку алгоритма. Здесь 2 у нас является наибольшим общим делителем. Мы можем ее переписать в таком виде. 2 равно 6 минус 4 умножить на 1. Это уже очень близко к вот этому соотношению, который мы хотим найти, коэффициент, для которого мы хотим найти. Здесь у нас 2 равно 6 минус 4 умножить на 1. Здесь у нас 2 равно 6 умножить на y, что уже очень, вот это слагаемое, оно очень похоже на это. Здесь у нас 22 умножить на x. А у нас здесь 4 умножить на 1, что не совпадает с желаемым представлением. Но давайте подумаем, вот имея всю вот эту информацию здесь, как мы можем приблизиться вот к этому желаемому представлению. Давайте вот эту четверку выразим, используя вот это уравнение. То есть 4 будет равно 22 минус 6 умножить на 3. Итак, выразили вот эту четверку. И теперь берем ее и подставляем вот в это уравнение. То есть это будет 6 минус 22 минус 6 на 3 умножить на 1. И все равно 2. И теперь посмотрите внимательно. У нас уже все коэффициенты приближаются к желаемым, да? Давайте раскроем скобки. Раскрыв скобки, мы получим вот такое уравнение. 2 равно минус 22 плюс 6 умножить на 4. И сопоставив его с нашим исходным представлением, мы видим, что x равно минус 1, а y равно 4. И действительно, 2 равно 22 умножить на минус 1, это минус 22, плюс 6 умножить на 4, это 24. 24 минус 22, получаем как раз 2. То есть мы видим, что используя информацию, которую нам дал алгоритм Евклида, мы нашли такие целые x и y, которые удовлетворяют вот этому соотношению. То есть все это привело нас к пониманию того, что мы всегда можем найти такие коэффициенты, используя алгоритм Евклида. Чтобы понять, почему мы всегда можем их найти, давайте обобщим вот эту схему, которую мы сделали здесь, для двух конкретных чисел 22 и 6. Давайте ее обобщим. Итак, у нас есть два числа, а и b. Давайте дадим им другие имена. А дадим имя r0, а b дадим имя r1. Что мы делаем далее? Мы представляем r0 в виде r1 умножить на q1 плюс r2. Мы всегда можем поделить большее число на меньшее, взять частное и остаток, и записать это число в таком виде. Далее мы продолжаем этот процесс. Мы берем уже r1 и представляем его в виде произведения r2 на q2 и плюс r3. И так далее. r2 представляем в виде r3 и остатка r4. И так далее. Продолжаем наш процесс до какого-то шага, когда у нас остаток не станет равным нулю. Тут у нас r4, а не r2. И общая формула для rn будет выглядеть следующим образом. Это будет rn минус 2 равно rn минус 1 умножить на qn минус 1 плюс rn. Отсюда мы можем выразить rn, просто перенеся слагаемое в левую часть. Давайте так и сделаем. А также перепишем немножко вот этот столбец в другом виде. То есть каждый раз будем выражать остаток в виде вот такой разности каких-то r. Значит этот процесс у нас будет идти, идти, идти. И на каком-то r мы получим 0. И давайте представим, что допустим на r6 мы получили 0. Это значит, что r5 у нас является нашим наибольшим общим делителем. Но давайте вспомним, что мы хотим. Мы хотим найти коэффициенты в соотношении безу. Это значит, что мы хотим представить наш наибольший общий делитель, в данном случае r5, в виде произведения r0 умножить на x плюс r1 умножить на y. И посмотрите вот на эту строчку. У нас здесь как раз наш r5, наш наибольшим общим делителем, равен. Но равен r3 минус r4 умножить на q4. То есть он выражен примерно в таком же виде, но у нас здесь не желаемый r0 и r1, а r3 и r4. Как бы мы могли приблизиться вот от этих r3 и r4 к нашим желаемым r0 и r1? На самом деле для этого вот здесь у нас есть вся информация. Смотрите, мы можем взять r4, отсюда выразить его как r2 и r3. r3 выразить как r2 и r1. r2 выразить как r1 и r0. Таким образом, подставляя, допустим, сюда в виде r2 на виде r0 и r1, мы получим уже r3 в виде r0 и r1. Подставив сюда r3 и r2, мы получим, и приведя подобные члены, мы получим уже r4 в виде r0 и r1. И, соответственно, подставив сюда r4 и r3 в виде r0 и r1, опять приведя подобные члены, мы получим r5. То есть мы получим r5 в терминах r0 и r1, что мы и хотим получить. Но, как вы видите, здесь схема очень запутана. То есть надо очень много производить преобразований подобных членов. И все это очень запутанно и сложно выразить в виде программы. Давайте попробуем придумать что-то более простое, более наглядное. Давайте первое, что сделаем, вот в последней срочке r5, которое у нас было равно r0 на x плюс r1 на y, x и y переименуем на x5 и y5. И также каждый из предыдущих шагов в алгоритме Эвклида мы каждый из остатков r2, r3, r4 запишем в виде такой же линейной комбинации. Но уже с соответствующими коэффициентами с номером строки. Здесь у нас будет x2, x3, x4, x5. Тут r2, y3, y4, y5. А также давайте для общности запишем это и для r1 и r0. В таком виде, да? А теперь давайте просто внимательно сюда посмотрим. И мы увидим, что мы можем решить в случае r0. Очень просто вот это уравнение. Найти таки x0, y0. Очевидно, что это будет тут 1, а тут будет 0. Так. И соответственно, для r1 у нас здесь будет 0, а здесь будет 1. То есть это будут решения, соответствующие x. Интуитивно мы понимаем, что каждый последующий вот этот коэффициент мы можем выразить в терминах предыдущего, да? Потому что мы рассматривали, как мы здесь можем... На примере r5, да? Мы рассматривали, как мы можем выразить r5 не в виде r3 и r4, в виде r0 и r1, просто выполняя подстановку и приводя подобные члены, да? Соответственно, мы интуитивно понимаем, что вот эти коэффициенты мы можем как-то попытаться их выразить, исходя из предыдущей вот этой накопленной информации. Но как все же найти связь между x каким-то произвольным xn и найти его зависимость от предыдущих x? Каких-то n-1, n-2, может быть, так далее, да? Давайте выразим произвольное rn в виде r0 умножить на xn плюс r1 умножить на yn Пусть вас не смущает такая запись в виде функции. На самом деле это не функция, а просто соответствующий индекс, да? При переменной y. Теперь давайте сделаем следующее. Давайте возьмем rn, представим его в таком виде. Возьмем rn-1, представим его тоже в таком виде. Тут только соответствующий будет n-1, и тут n-1. И возьмем n-2, и также его представим вот в этом виде. Таким образом мы получим вот такие две формулы. Теперь давайте подставим вот эти формулы сюда и сюда. Точнее вот эту сюда, да, и вот эту сюда. И потом приведем подобные члены. Итак, выполнив подстановку и приведя подобные члены для r0 и r1, получим вот такое уравнение. А теперь давайте посмотрим на вот это уравнение, да, перенесем его сюда. И посмотрим вот на вот это уравнение, длинное, да, и на вот это коротенькое. И мы увидим, что отсюда следует, что xn будет равно выражению вот в этих скобках, а yn-е выражение вот в этих скобках. Ну и давайте отдельно запишем вот эти две формулы. Значит, таким образом мы получили вот эти две рекуррентные формулы, которые позволяют нам вычислить xn-е на любом шаге алгоритма, просто используя для этого значения xn-е и yn-е от предыдущих двух шагов, да. То есть спускаясь тут сверху вниз, мы можем вычислять как угодно большие xn-е и yn-е. И такая запись вот этого отношения между этими выражениями, величинами, позволяет нам прийти к более понятному написанию программы, которая будет вычислять нам коэффициенты при соотношении безу. Итак, значит, имея на входе два числа а и b, и вот эти соотношения, полученные в результате наших рассуждений, мы можем вычислить на любом шаге xn-е и yn-е и найти наш... Ну, то есть сначала найти наш наибольший общий делитель по алгоритму ефклида, а потом на этом же шаге вычислять xn-е и yn-е, которые и будут нашими коэффициентами в соотношении безу. Это будут целочисленные коэффициенты, которые мы и ищем. Значит, в следующем видео мы напишем программу на Хаскеле и потом на Питоне, которая работает по описанному выше алгоритму. А на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые образовательные видео. Звоните в колокольчик, пишите комментарии и ставьте лайки. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok